добрый вечер мы сегодня встречаемся перед тесахом на следующей неделе занятия не будет поскольку это праздник значит ты и мы сегодня продолжаем тему которую начали в прошлый раз и сегодня мы будем читать не макалейскую книгу а другие тексты связанные с темой кедуша шем мартирология я сказал в прошлый раз что в сущности ну вот в середине второго века до новой эры судя по всему впервые в еврейской еврейской литературе еврейской истории возникает мартирологическая тема она так или иначе связана с преследованиями антиоха епифана есть те кто датирует рассказы книги даниэля написанные по-арамейски более ранним временем возможно что что буря ну значит и через две недели тоже да ты прав а вот так вот если рассказы книги даниэля написаны на армейском языке датируют более ранним временем то они являются таким прецедентным мотивом хотя хотя не очень понятно откуда берется мартирология в персидскую эпоху в эпоху религиозной терпимости так что вполне возможно что рассказы о том как трое юноши были брошены в огненную печь и как даниэль был брошен в логовище львов они хотя рассказывают казалось бы о вавилонской и персидской эпохи но отражают более поздние времена так или иначе окончательная редакция книги даниэля то это тоже середина второго века и и то же самое то же самое вторая маковейская книга середина конец второго века до новой эры когда у нас звучит вот этот как бы мотив готовности человека умереть за веру за бога в случае расскажи в книге даниэля как мы говорили там чудесным образом все кончается тем что герои спасаются в случае маковейской книги все идет до конца и всерьез герой погибают мы на следующем занятии не сегодня будем говорить о том каковы последствия этой концепции уже в римскую эпоху в связи с восстанием барков вы надо отдельно разговора сегодня тема нашего нашей беседы это попытка позднее относительно попытка считать в тексты торы в первую очередь мартирологические мотивы мартирологические темы если мы смотрим на тору то мы там это в общем то не находим не нет ни одного рассказа ни одного текста который бы напрямую ясным образом об этом мы говорим но мы увидим что более позднее поколение комментаторов полагая что эта тема является чрезвычайно важной вчитывали это тексты тору считая что невозможно представить себе что герои патриархи не прошли вот этот вид испытания сам по себе термин лекадыш шема шем встречается в туре мы это обсуждали но он там значит нечто иное он значит исполнять волю бога исполнять его заповеди вот противоположное этому не выбор жизни ценой ценой уступок своей совести и вере а что называется хилюля шем профанация божьего имени то есть неисполнение его воли это тора я сейчас представлю вам несколько таких вот текстов качестве к и к и стаде где кто вчитываются мартирологические мотивы для этого в центре нашего обсуждения будут сегодня и не решит авраам и цхак что касается авраама то первый по крайней мере известный нам текст который говорит о том что авраам был испытал вот прошел на себе это испытание это так называемое произведение библейские древности это произведение которое было создано в первом веке новой эры по всей видимости на иврите мы не знаем точно где до нас дошел греческий текст первоначально приписывали это филону александрийскому было очень быстро стало ясно что это не он поэтому иногда это произведение библейские древности называют псевдо филон это своего такой развернутый прото мидраж к книгам танаха начиная с книги бы решить и кончая книги шмуэля первые частью гибелью царя шаулу и это произведение как и многие другие произведения той эпохи в отличие от мудрецов талмуда которые сначала мудрецов мидрша талмуда сначала цитируют текст а потом о нем что-то рассказывают они занимались тем что он принято на иврите называть термином микрам и шухтав по-английски то есть это как бы некоторое создание нового текста по мотивам текста канонического текста библейска так вот в библейских древностях причем не следует путать эту книгу с известной книгой флавия иосифа иудейские древности это совсем так вот наши книги рассказывается следующая история авраам как мы помним в торе появляется впервые сразу же после рассказа о вавилонской башни после рассказа о вавилонской башни приводится генеалогические генеалогическое древо сыновей шема и собственно вот там авраамы впервые появляется и делается попытка делается попытка связать эти два рассказа связать эти два рассказа вавилонская башня и авраам казалось бы напрямую ничем не связан но книга библейские древности рассказывает нам следующую историю что задумали руководители того поколения чтобы прославиться и не селения согласилась за исключением 12 человек которые наотрезно отказались участвовать в этом проекте как вы понимаете 12 число символическое и 12 месяцев году и 12 колен израиля в общем не просто так как 12 вот среди этих 12 есть люди совершенно нам незнакомые но есть и знакомые именно авраам на хор лот и и тогда приводят на суд требуют от них чтобы они немедленно отказались от своего саботажа противном случае они будут казнены они не готовы отказываться когда один из руководителей поколения считая большим грехом убивать этих людей а именно йогтан который упомянут торик как брат пельга не которого разделилась земля как раз вот вещи связанные с павилонской башни по всей видимости он задумывает их спасти и для этой цели идет на некоторую хитрость предлагает поддержать их в заключении 7 а если уж тогда они не одумаются то тогда они будут сожжены на это следует согласен и их сажают под арест всех этих 12 человек включая авраам после чего йогтан предлагает им бежать из заключения и объясняет им что он все так устроит что это будет он их как бы спасает они там уйдут от преследования он скажет что они взломали дверь исчезли никто ничего не видел никто ничего не слышал и из 12 человек 11 соглашаются но один тверд своей готовности идти в своем протесте до конца как и я думаю как вы легко догадаетесь это 12 это авраам который говорит нет я останусь здесь на он идет путем сократа мне нечего бежать ничего не боюсь и в конце концов бог меня спасет если захочет и собственно говоря так все и происходит йогтан подстраивает бедство 11 и они таки сбегают благополучно авраам остается проходит 7 дней туда приходит судебные исполнители которые говорят ну что они не одумались вдруг оказывается что из 12 остался один естественно скандал авраама начинают допрашивать я спал ничего не слышал йогтан говорит произошла произошел организованный побег и тогда принимается решение бросить авраама в огненную печь и эта печь разжигается и его туда бросали несмотря на то что сам йогтан очень-то не хочет и страшиться чувствует что будет что-то худо и как сказано там бог произвел землетрясение и огонь выпрыгнул из этой печи и сжег всех кто стояли вокруг нее авраам вышел оттуда без единой царапины таким образом бог спас абрама выстоявшего в этом своем протесте а вот это можно сказать первое такое явление абрама в качестве мученика завет теперь впоследствии этот сюжет очень активно разрабатывался и в равнистической литературе где правда это не связывалось напрямую с рассказом о вавилонской башне но зато связывалось с таким человеком который упомянут опять же в генеалогия генеалогических списках и этот ним род в десятой главе собственно незадолго до истории с вавилонской башни на нем говорится что он был и борба арец и он основал царство вавилоне вот во всяком случае мудрецы пользуются этим образом для того чтобы противопоставить его аврааму говорят о том что ним род требовал от всех поклоняться идолом и авраам был единственный кто этого не делал отказался и тогда он был приведен на суд ним родным потребовал от него и его присутствие поклониться по солнцу по луне ветру но авраам категорически отказывается это делать и тогда не брут бросает в огненную печь но бог спасает его причем что интересно что здесь делается намек на историю с дремя юношами брошенными в огненную печь в истории с книги даниэль ангел ангел гавриэль говорит богу дай я пойду его спасу авраам а бог ему на это отвечает в одном из медрошей ты да это в талмуде приводится метра штарта тип сахим ты будешь необходим чтобы спасти его потомков через много столетий а его единственного своем роде спасу спасет единственный на небесах то есть я сам и бог спасает авраам надо отметить что вполне возможно в случае авраама не только не только как бы желание вчитать его историю мартирологический мотив чтобы показать что праотец еврейского народа народа израиля первый из проводителей претерпел муку за свою веру таким образом героизировать его образ так вот не только это обстоятельства видимо послужило причиной того что этот мотив был вчитан рассказ об аврааме тут было как бы языковое по всей видимости обстоятельства если вы помните авраам вышел из ура из города ура и как он называется урхалдейский урказди само по себе когда-то мы это обсуждали похоже такое анахронистическое обозначение сколько ур стал называться халдейским лишь в восьмом веке до новой эры но сейчас для нас это не важно а важно другое ур само это слово хотя это название города еще шумерских времен но на арамейском языке ур обозначает огонь родственно еврейскому слову он свет ур по-арамейский огонь то есть видимо видимо когда говорится что и решит бог говорит аврааму я вывел тебя из ура халдейского это было обыграно так что я вывел тебя из огненной печи халдея а поскольку ним род царь вавилона в медраше значит а халдея это опять же вавилонии то вот авраам был спасен из огненной халдейской печи это таким образом первый сюжет на который я хотел обратить ваше внимание а такой такая вещь которая казалось бы ничем не была исходно приготовлена нарративом тор но вот более поздние поколения вчитали этот нарратив решить считаю что это совершенно необходимо ваш другой из стадии для этого я сейчас открою уже наш файл другой кей-стаде это это сейчас это история о жертвоприношении цхака и даты цхак она займет нас побольше времени сейчас я вам покажу тексты а вот здесь перед нами известная картина рембрандта авраам который пытается вести цхака в жертву ангел его остановка значит прежде всего я хочу обратить ваше внимание что вот как раз в литературе скажем по крайней мере начиная с первого века новой эры мы находим отсылки к истории жертвоприношения мицхака именно в контексте мартирологического мотива напомню что сам по себе этот рассказ казалось бы никакого отношения мартирологии не имеет какие души бога испытывает авраам готов ли он лишиться для себя самого дорогого ради поле самого бога и авраам исполняет эту волю бога это тут можно конечно найти какое-то определенное сближение с мартирологическим мотивом но все-таки это не совсем то же самое это не то чтобы готовность умереть за веру а это беспрекословно исполнение воли бога и в контексте торы действительно это можно назвать кеду шашем в том понимание этого термина которому он тоже используется но вот что мы читаем по поводу этого текста в опять же в книге библейские древности там несколько раз делается отсылка к этому тексту один раз говорится так бог говорит там я захотел сына авраама себе в жертву и тот принес не его на жертвенник я же возвратил его отцу потому что он не отказался от того чтобы принести принести мне жертву жертву приятную угодную и за его кровь я избрал вас из я избрал народ израиля а значит хотя казалось бы кровь из как они пролита и тем не менее здесь говорится что его кровь из как а как бы послужило тому что бог избрал израиль и спас его это немножко напоминает мотив о том что кровь праведника искупает жертвы целого на коллектива целого народа другой раз это упоминается в более широком контексте там где собственно и рассказывается история и и говорится там так сказал сын отцу то есть Ицхак Авраам послушай отец меня обычно я приблизительно перевожу тем более что здесь текст немножко видимо искаженный в греческом уже и в греческом текст переводе и тем более здесь в ивритском перевод обычно жертва берется из скота приятное воскурение из-за грехов сынов человеческих но человеку дано унаследовать мир а как же ты говоришь мне давай пойдем унаследуем жизнь уверенно да жизнь на которую можно уповать и как бы я перескакиваю немножко потому что текст действительно сложный но смысл такой благодаря тому что на что я готов пойти это говорит Ицхак будут поколения и народы говорит что господь сделал человеческую жизнь достойной жертвоприношения заметьте здесь это то что Ицхак сам готов к тому чтобы быть принесенным в жертву в рассказе Торы Ицхак в общем то абсолютно опасен он единственно пытается выяснить у Авраама кто будет принесен в жертву здесь в этом монологе Ицхака он декларирует свою готовность умереть во имя Бога и это очень сильно напоминает мартирологический мотив наконец последний раз когда это упоминается в библейских древностях это в рассказе о дочери Ифтаха которую мы еще все время упомянем и дочь Ифтаха говорит своему отцу Ифтаху когда тот должен принести ее в жертву по обету кто будет горевать когда спасен целый народ разве ты забыл о том что случилось в дни отцов наших когда взял отец своего сына в качестве жертвы не перечил Богу но наоборот с радостью согласился на это и был принесенный в жертву готов а приносящий жертву радостен это такая как бы эскалация знаете эскалация этого мотива когда как бы жертва во имя Бога приносится не просто во имя того чтобы послушать его а с радостью как бы человек готов на это как сын так и отец теперь мы читали с вами вторую маковейскую книгу есть еще так называемая четвертая маковейская книга которая была написана видимо во втором веке новой эры в антиохии судя по всему есть разные мнения на этот счет и она целиком и полностью посвящена вот этим двум рассказам которые мы в прошлый раз читали его старцы лизари и лизари и о матери и семерых сыновьях ее так вот там да братья произносят свои предсмертные речи они в частности под как бы подбадривают себя и говорят что мы не впадем в отчаяние доказывая то что мы боимся бога и в этой связи говорят что помните наш исток зихруми корхэм написано на еврейте книга естественно тоже по-гречески была создана как кто был отец в руку которого был отдан Ицхак с тем чтобы быть принесенным в жертву во имя страха перед богом так как бы опять же мы находим здесь определенную экзальтацию вот того сюжета который есть историк это не просто послушание богу это нечто большее как бы такая полная готовность и такой уже совсем явной формы это проявляется в роминистических текстах с которым мы сейчас познакомимся ну во-первых текст эпохи танаев мидраж сифры дворим это сущности галахический мидраж второго начала третьего века но он включает в себя и агадические мотивы и в частности они проявляются когда речь идет о всяких мировоззренческих вещах в частности когда речь идет про крияшма крияшма как мы помним сказано что бога надо любить всем сердцем всей душой всем собой и вот здесь появляется текст который объясняет что значит всей душой даже когда он забирает твою душу афилу гунотелит навсиха приводится некий стихи из псалма который которым говорится о том что народ израиля гиб постоянно погибал постоянно за богом и это воспринимается как опять же некая мартирология и дальше приводится несколько дрошот и дополнительных и одна из них говорит так что что такое бхоль навсиха это как ицхак который связал себя на жертвеннике как сказано и протянул авраам руку и взял нож любопытно здесь что как бы увидим дальше что это еще больше будет усиливаться любопытно что в отличие от рассказа торы где авраам связывает ицхака и кладет его на шерстник здесь говорится что ицхак связал самого себя сам то есть он хотел и был готов отдать свою душу за бога далее мы переходим в текст талмудический это трактат гетин в вилонском талмуде который пересказывает собственно говоря историю о матери и семерых сыновьях а вот она здесь пересказывается она в целом напоминает нам рассказ маковейской книги но в то же время отличается от него тем что сыновья матери не просто произносят некоторые тирады отказываясь поклониться идолам но они цитируют тору каждый раз каждый из братьев цитируют тору а а и конце когда речь идет уже о матери которая как во втором маковейской книге убеждает своего младшего сына не соглашаться на всякие попытки царя склонить его к тому что все-таки послушаться она напутствует своего сына она в конце концов говорит так точнее она обращается здесь уже ко всем сыновьям одновременно и говорит сыновья мои идите и скажите Аврааму отцу вашему ты ты положил на жертвенник одного или связал на одном жертв я же связала или положила на семь жертв то есть и ситуация вот с этими сыновьями сравнивается с ситуацией Авраама Ицкака здесь это как бы такое явное целенаправленное сравнение то есть то что она делает это то же самое что делала Авраам но только намного больше потому что семь сыновей Авраама только один есть достаточно поздний пост мудической эпохи Мидраж Танхума который это агадический Мидраж который подробнейшим образом рассказывает историю жертвоприношения Ицкака я вам ее сейчас тоже представлю не буду читать целиком этот текст но как бы узловые моменты во-первых согласно этому Мидражу не столько Авраам был испытан Богом сколько Ицкак в Торе сказано воехи ахара дворима элли в эллихим не сайт Авраам Мидраж не обращает внимание на вторую часть высказывания Бога испытал Авраама и спрашивает а после каких это было событий после этих событий Бог испытал Авраам после каких и ответ дается следующий что Ишмаэль вместе с Ицкаком спорили о том кто из них более предан Богу Ишмаэль говорит Ицкаку я более предан потому что мне делали обрезание в 13 лет и я страдал а тебе делали когда тебе было 8 дней и ты ничего не чувствовал а на это Ицкаку говорит если бы Господь сказал ему отцу зарежь сына своего Ицкака я бы не стал противоречить я бы не стал ему вмешать и тотчас же Бог испытал да испытал казалось бы напрямую не столько Авраама сколько Ицкака и тут сказано Бог обращается к ангелам и говорит вы увидите отца который будет готов завязать своего сына во имя святости моего имени дальше в этом мидраше рассказывается о том какие претерпели Авраам Ицкак по дороге горе всякие припоны которые устроил им никто иной как сатан который пытался их склонить отказаться от исполнения божественного требования и он являлся Аврааму в образе старца Ицкаку в образе юноши и все время как бы говорил что Ицкак он говорил тебя обманывают ты наверное думаешь что ты идешь с отцом приносить жертву или учить Тору а на самом-то деле тебя убьют но но Ицкак тверд обращается к отцу и говорит что я должен ему ответить я все равно не приступлю воле ни отца своего ни творца своего и Аврааму сказал не обращай на него внимание он пытается нас сбить с пути потом они приходят на место и и на самом деле согласно Мидрашу Авраам открывает Ицкаку что именно он будет той жертвой в Торе сказано когда Ицкак спрашивает Авраама где же жертва и Авраам отвечает ему на это Бог усмотрит себе жертву сын мой и понятно что в этом контексте исходно бни мой сын это обращение но Мидраш превращает это в предикат говорит Бог усмотрит себе жертву для всесожжения и это ты мой сын и несмотря на это они идут как сказано вместе после этого они приходят на место Ицхак говорит Аврааму что чтобы тот покрепче его связал потому что кто знает человек слаб увидя над собой нож я дернусь и жертва будет станет негодной поэтому ты покрепче меня свяжи и таким образом Ицхак Ицхак проявляет свою полную готовность быть принесенным в жертву кончается весь этот мидраж тем что Ицхак что Авраам говорит с Богом и просит у него что вот то что этот поступок на который они вместе с Ицхаком пошли был бы зачтен в заслугу народа Израиля будущих потомков их когда они согрешат потому что говорит Авраам вот я сделал нечто что не свойственно человеку я был готов принести в жертву своего сына ты же сделай нечто что может быть не свойственным твоей мере суда прости когда мои потомки будут грешить и Бог говорит хорошо я это сделаю только вы должны будете мне это напоминать трубя в шафар и собственно говоря шафар это появляется здесь из-за того что Авраам приносит в жертву как мы помним вместо сына своего барана который запутался рогами в кустах и вот этот рог этого барана он должен на самом деле стать тем рогом который трубят в роша шана согласно этому Медрашу все это происходит в роша шана да чтобы напоминать Богу кидат Ицхак то есть так же точно как и в библейских древностях ранее так и здесь жертвоприношение Ицхака хоть и не состоявшееся до конца оно становится причиной здесь это не называется избрание народа Израиля но прощение будущих грехов народа Израиля то есть то что народ Израиля не смотря ни на какие перипетии своей истории сохранит свой завет с Богом теперь я хочу обратить ваше внимание на другую традицию неравинистическую связанную с жертвоприношения Медскака которая впервые появляется в произведении которое называется книга юбилеев мы его это произведение уже упоминали и это произведение как и библейские древности представляет собой своего рода такой протомедраж но книга юбилеев более древняя чем библейские древности как я сказал первый век новой эры книга юбилеев второй век до новой эры она примерно современница первой и второй маковейских книг она рассказывает опять же пересказывает истории начиная с сотворения мира и кончая дарованием торы на горе Синай и в частности рассказывается естественно история с жертвоприношения Медскака так вот что любопытно здесь что в отличие от библейской истории здесь тоже задолго до Медрашат Анахума дается дата да указывается дата когда это все происходило но в отличие от Медрашат Анахумы это происходит вовсе не в Рошешана Бог обращается к Аврааму в первый месяц двенадцатого числа месяца первый месяц как мы знаем это месяц Ниссан собственно мы неделю назад читали в синагоге в шаббат этот текст то что называется Парашат Аходыш Аходыш Азе Иеллахэм Рош Одашим этот месяц будет у вас началом месяца месяц исхода из Египта теперь если это двенадцатое число месяца Акида происходит на третий день после получения этого указания так это по тексту тоже получается что Акида в книге юбилеев происходит праздник Песах к которому мы сейчас подходим не менее важный праздник чем Рошешана но это именно Песах теперь казалось бы задаться вопросом почему именно Песах есть ли какая-то более сущностная связь между Песахом и жертвоприношением Ицхака в случае с Рошешана мы видим что Мидраж как бы порождает эту связь благодаря Рогу Бара а здесь что книги юбилеев ничего найти говорится говорится только потом что Авраам в честь того что произошло он устраивает праздник семидневный праздник праздник Песах но у нас есть более поздние источники которые проливают определенный свет на вот эту связь между между праздником Песах и жертвоприношением Ицхака а именно опять же галахический Мидраж Михиль Та Дараби Ишмаэль это Мидраж книги Шмот более-менее ровесник книги Доварим которые мы видели и в этом Мидраше обсужда когда обсуждается ночь исхода и казнь первенца там говорится в частности в Торе говорится я увижу кровь какую кровь ту которую вы помажете на косяки там же пасхальная жертва приносится вы мажете на косяки эту кровь и благодаря этому как бы вы не будете затронуты убителем значит вы останетесь живы будете спасены но вот как понимает это Мидраж Михиль Кадараби Ишмаэль что же за кровь я увижу Роэ Ани Дам Акидато Шэль Ицхак Шэнэймар Вайкра Авраам Шэмако Маху Адунай Ирэ как сказано Авраам говорит назвал Авраам это место в котором происходило Акида Господь увидит усмотрит насколько это Ирэ в форме имперфекта то есть как бы говоря простым языком будущего времени это понимается как пророчество Мидражо что же усмотрит Господь он усмотрит вот эту кровь Ицхака когда народ Израиля будет выходить из Египта то есть благодаря крови Ицхака произойдет исход из Египта избавление основа вот этот мотив что жертвоприношение Ицхака каким-то образом является залогом то ли избрания народа Израиля то ли его спасение то ли прощение его грехов библейские древности тоже говорили про кровь Ицхака кстати в бравинистической литературе еще упоминается такой термин пепель Ицхака так как будто бы Ицхак был сожжен то есть при том что вся история заканчивается спасением Ицхака но мы сталкиваемся с некоторой упрямой попыткой намекнуть что хотя Ицхак и был спасен но он был что называется на волос на волос от смерти вот есть какая-то мистическая кровь Ицхак пролитая или пепель Ицхака от сожженной жертвы и есть даже такой медраж который достаточно поздний который говорит о том что Авраам дотронулся ножом до шеи Ицхака и в этот момент собственно говоря ангел его остановил но когда он дотронулся ножом до шеи Ицхака душа Ицхака отлетела и он некоторое время как бы пребывал в состоянии сегодня мы бы назвали клинической смерти но в медраше его душа оказывается в райском саду а потом возвращается в тело да Ицхак возвращается к жизни это существенный кстати момент мы сейчас увидим очень скоро вот так вот Бог видит Кровь Ицхака более поздний медраж значительно более поздний медраж медраж эпохи Амурая то есть талмудической эпохи Шимо Тараба его разным временем датирует некоторые даже по сталмудическим временем он тоже говорит нечто похожее он говорит так вот по поводу процитированной мной фразы аходыша зеллахэм ерош худашим и говорится здесь так когда избрал господь Якова и его сыновей установил этот день как новомесячье избавление ибо в этот месяц Израиль был выведен из Египта спасен и в этот же месяц они будут спасены на этот счет есть спор между двумя Танаями когда будет происходить спасение вместе с Ниссан или вместе с Тишре опять же и в частности говорится и в этот месяц родился Ицхак и был связан на жертвеннике то есть согласно достаточно поздним текстом сохраняется вот эта традиция согласно которой все происходило в Песах очевидно что эта традиция более ранняя чем та которая отражена в Медраше Таркума связывающая Акиду жертвоприношения Ицхака с Роши Шана и в этой связи возникает вопрос а почему можем ли бы объяснить почему произошло изменение значит и я сейчас предложу на ваш суд одно из возможных объяснений значит не мои было предложено исследовательской литературе довольно давно и заключается оно в некой полемике или в желании оттолкнуть от себя то что связано с раннехристианскими традициями мы знаем что существовало ранее ну во-первых как бы в целом евангельские тексты связывают историю Иисуса его гибели на кресте с праздником Песа но если синаптические евангелия так называемые от Матфея от Марка от Матфея от Луки говорят о том что он был казнен после Песаха потому что последняя его встреча с учениками так называемая тайная вечера происходила как раз праздник Песах то в четвертом евангелии от Иоанна история рассказывается иначе что принесение в жертву происходило происходило как раз 14 Несана это был вечер на канун Песаха как сказано тот день был канун Песаха шестой час и когда описывается вот это казнь Иисуса то в частности говорится что его как бы воины римские не ломали ему кости ног с тем чтобы исполнилось что что написано ве этим ло тишберу бо кость не разбивайте у него теперь где это написано это написано в двенадцатой главе книги шмот сорок шестом стихе как раз в связи с пасхальной жертвой а что пасхальной жертвой нельзя ломать кость то есть несомненно что Иисус сравнивается здесь с пасхальным агнцем с пасхальной жертвой теперь здесь это прямо не говорится но в патристики церковной литературе на фильме говорится что это тройная связь Ицхак который был в Песах принес фактически принесен жертву и таким образом стал своего рода предтечей пасхальной жертвой вслед за тем сама пасхальная жертва в ночь исхода из Египта и затем Иисус как повторение акиды как повторение жертвоприношения Ицхак иными словами раннехристианская традиция как бы воспользовалась сюжетом о жертвоприношении Ицхака с тем чтобы сделать его течей той жертвой которую принес Иисус опять же согласно евангельскому тексту искупая своей смертью грехи человечества так же точно как как говорится и в еврейской литературе о жертве о готовности праведников умереть как мы видели во второй книге так и конкретно в Ицхаке в Ицхаке Более того вот этот мотив достаточно поздний о том что душа Ицхака отлетела а потом вернулась в его тело возможно отражает древние традиции и каким-то образом коррелирует с сюжетом о воскресении Иисуса так или иначе так или иначе и я позволю предположить что перенос даты жертвоприношения Ицхака спеса на Роша Шана был произведен с тем чтобы отделиться от ранней христианской традиции и как бы установить автономную свою подытоживая мы можем сказать еще раз что как бы сам по себе рассказ о жертвоприношении Ицхака становится как бы такой вот таким прообразом будущих мартиров будущих праведников освящающих своей смертью имя Бога отмечу что у нас есть довольно тяжелые документальные свидетельства времен катастрофы где рассказывается частности о том свидетельство одного из раввинов о том как отец отказался от спасения собственного сына находясь в концентрационном ладере потому что с тем чтобы спасти сына ему надо было подставить другого юношка уходил поезд в Освенцию и он должен был решить была возможность заменить и он пришел к раввину и спрашивать его советы и ничего не мог ему сказать и он плача сказал я из ваших слов я понимаю что на самом деле в глубине души вы просто жалеете меня в глубине души вы как бы не соглашаетесь с возможностью пойти на это на то чтобы обменять и поэтому я готов посвятить имя бога и поступить так как поступил авраам с хаком а то есть как бы все это вмешивается тяжелый такой очень тяжелый тяжелое документальное свидетельство вот во все это вмешивается некий фактор которого внутри самого рассказа об этой идее нет это фактор человеческий враги которые вынуждают человека произвести тяжелейший выбор и на чаши весов положено либо собственная жизнь либо жизнь своего ребенка и с другой стороны с другой стороны потеря того во что ты до сих пор верил и то что было некоторым духовным островом твоей жизни повторяю в самой самом рассказе торг оба киде так остро этот вопрос не стоит он вчитан в нее будущими поколениями которые видели в этом рассказе прообраз будущих праведников освящающих божье имя которых к сожалению было немало на протяжении еврейской истории вплоть до последнего времени так что это конечно совсем не только какой-то экзегетический толковательный интеллектуальный процесс это некий глубокий религиозный процесс который стремится к тому чтобы главный основной текст еврейской религии еврейской традиции еврейской истории содержал в себе этот мотив который сопровождает народы израиля покажение его истории я заключение когда возможно задать вопрос вопросы если они есть отмечу что есть еще один рассказ в торе который тоже был истолкован подобным образом мы не проснулись но в принципе могли его тоже почти примеров привести это рассказ который мы совсем недавно читали опять же в торе рассказ в недельном разделе Шмени книги о двух сыновьях арона надав и обвиху который казалось бы совершили некий грех там написано что они внесли чуждый огонь внесли чуждый огонь на жертвы господине огонь господин их пожрал и действительно как бы а текст не объясняет что именно под этим подразумевается и более поздние поколения комментаторов опять же пытались объяснять всячески в чем именно они согрешили но существовала другая линия комментариев уже на довольно раннем этапе в таком мидраше сифра в галактическом мидраше книговой икра который говорит о том что надавы вегу осветили божье имя и что если был грех он не столько состоял в том что они сделали что-то ну как сказать недозволенное совершили преступление сколько в том что они как бы вышли из рамок дозволенного в том что касается служения богу столь сильно в них было желание богу служить как говорит мидраж множили любовь к богу это в частности как бы поддерживается тем что муше говорит арону осиротевшему отцу это то что говорил бог я близкими своими освящусь и вот мидраж понимает так что надавы авигу осветили божье имя бог осветился имя то есть надавы авигу тоже воспринимается воспринимается как вот такой прообраз будущих праведников которые освящают своей смертью божье имя а это вот как бы на самом деле целая тема я только и как бы чуть-чуть коснулся ее на сегодняшнем нашем занятии но по крайней мере дал вам возможность как бы почувствовать о чем идет речь на следующем занятии уже после Песоха я повторяю мы еще раз вернемся к теме мартирологии и будем говорить о том как как это все трансформировалось в эпоху восстания Баркова как это воспринимали мудрецы вот ну а сейчас если есть вопросы замечания то самое время их задать есть ли какие-то вопросы то может хочешь что-то добавить ну если вопросов нет на сегодняшний день то я во-первых позволю себе пожелать вам радостного праздника в той мере в какой она сейчас возможно с надеждой на то что он принесет какое-то реальное избавление от тех бед которые сейчас обрушиваются на наш народ и с которыми нам приходится каким-то образом бороться вот и в нашем поколении мы видим есть те кто освящает в божье хорошего праздника нотан что не будет но может быть мы найдем другой день все всем счастливо спасибо всем счастливо всем счастливо пока как сам и как самое я Продолжение следует...